Всем привет! Здравствуйте! Я Олеся. Я Владимир. Сегодня мы будем рассказывать вам продолжение нашей истории. Третий день в Стамбуле. Итак, подъем, санитарные процедуры, завтрак, оделись уже привычно в тысячу кофт, две пары носков, кеды. Надо ехать на просмотры квартир. День у нас ответственный, скоро будем с квартирой. Назначены просмотры на другом материке. Стамбул расположен на двух материках, азиатском и европейском, которые между собой соединяются Босфором. Мы временно располагались в тот момент на европейской части, а просмотры у нас назначены были на азиатской части, путь не близкий. Вышли мы на улицу, а там снег крупными мокрыми хлопьями. Да когда уже закончится эта мерзлота, она так изматывает. Транспортом мы пока не научились пользоваться. Весь транспорт работает на специальных карточках, которые следует приобретать в постаматах, но нам никак не удавалось их отыскать. В этом холоде и все время трясясь от ветра, пробирающего до костей, внимание страшно рассеивается. Мысль в голове лишь одна. Поскорее зайти в здание и хоть немного согреться. Так и передвигались по городу, туда-сюда, от здания к зданию. В общем, едем на такси, вариантов у нас нет. Чтобы поймать такси в городе, достаточно махнуть рукой мимо проезжающей брендированной желтого цвета машине. И если таксист свободен и не осуществляет текущий заказ, он сразу же остановится. Мы запрыгнули в такси, тепло. На стекла машины падают противные липкие хлопья снега. За окном на улицах города лежат снежные подушки. Газоны и клумбы запорошены белым покрывалом. Да уж, вот это солнечная Турция. Мы на такое точно не рассчитывали. Терпеть не можем холод. Жили в Санкт-Петербурге и все время мучились от вечной промозглой погоды. И здесь, в Стамбуле, она нас будто преследует. К нам друг пришел. Привет. В машине такси мы полны надежд. И сразу же брать. Мы с Вовой договорились не рассусоливаться с просмотрами и сразу брать квартиру со всеми удобствами, не сравнивая ее с другими еще не просмотренными. Мы ж не в отпуске, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как покрасивее. Главное, чтобы был приличный ремонт, косметическая чистота, обогрев, вода холодная и горячая, холодильник, кухонный стол, плита, уголок для приготовления пищи, стулья, диваны на чем сидеть, кровать с матрасом, шкаф для одежды. Телевизор необязательная опция, стиральная машина. В общем, чтобы создавалось хоть какое-то ощущение домашней обстановки, а не передержки, и на этом спасибо. Так как скудные условия жизни можно выдержать недолго. А дальше развивается остеодепрессивная симптоматика и пессимизация дальнейшей жизни. Мы с Вовой очень знакомы с такой симптоматикой, и в таком состоянии даже и каши не сваришь. А нам помимо каши еще ого-го задачу выполнять. Вот мы на месте. Одни и не души. Район тихий, спокойный, застроен малоэтажными домами, с отдельными входами и дворами. Много природы вокруг. Стиль азиатский. Тут приходит смс на телефон от человека, показывающего квартиру, о том, что он в пути. И будет через 30 минут. 30 минут ждать, подумали мы. А на улице-то совсем не лето, и даже не весна, блин. Снег идет, и холод адский. Нас трясет от холода. Ветер пробирает до костей. Мы бродим по пустой узкой улочке взад и вперед. Между домов, в которых, наверное, тепло. И там люди не дрожат, как мы здесь, вжав шеи, в плечи, как воробьи. Вова курит сигарету за сигаретой. У меня зуб на зуб не попадает. Реагируем с надеждой на каждого проходящего мимо человека, на каждую проезжающую машину. Это он. Вот он будет показывать нам квартиру. Нет, не он. Или он. Вот это он точно. Опять не он. У меня даже появились мысли, что, может, мы не туда приехали, или это, может, шутка какая. В общем, после всех известных событий веры в людей у меня почти не осталось. Ожидаю даже самого не влезающего хоть в какие рамки события. И ура! Вдруг видим мужчину, который уверенным шагом надвигается прямо на нас. Задает вопрос по-турецки. Мы понимаем общий смысл. Вы на просмотр. Показывает жестом идти за ним. Мы поднимаемся за ним в парадную по лестнице. Он разувается прямо, не заходя в квартиру. Мы повторяем за ним действия. К нашему взору открылась большая светлая комната-гостиная, меблированная двумя широкими раскладными диванами, усыпанной множеством подушек, комодом, состоящим на нем телевизором, современным холодильником от турецкого бренда, кухонным уголком с раковиной, столешницей, газовой плитой и посудомоечной машиной. Котлом на стене. Направо дверь, а за ним небольшая спальная комната, оборудованная двуспальной кроватью с матрасом, шкафом-купе во всю стену. В углу ручной современный пылесос, на который в Питере мы все жалели деньги. Другая дверь, а там просторная ванная комната с душевой кабиной, унитазом и стиралкой на 7 килограммов. Тоже, кстати, турецкого бренда. Зеркало, шкаф на стене. У гостиной стоят несколько четырехэтажных полок, которые в хозяйстве в будущем, конечно же, пригодятся. Квартира уютная, светлая, чистая, с аккуратным ремонтом, с полными удобствами. И цена 3 700 в месяц в комфортном, тихом районе. Нам подходит. Дальнейшие просмотры не имеют смысла, так как они и по цене дороже. Берем, говорим мужчине. Он закрыл квартиру и пригласил нас в машину. И привез нас в офис агентства, которое занималось сдачей этой самой квартиры. Вот мы сидим в офисе, трясемся от холода. Когда нам предлагают чай или кофе, сначала мы отказываемся от предложения. Неловко как-то. В России такие предложения носят больше формальный характер, как знак приличия. И, как правило, не предполагают обязательного согласия. В Турции, как мы выяснили позже, отказ от предложения выпить чай или кофе носит оскорбительный характер приглашающему. И на такие предложения следует соглашаться таким образом, выражая свое уважение. Но дрожь в теле у нас не унималась. И мы все же сидим со свежесваренным ароматным турецким кофе. И с каждым глотком по мышцам растекается приятное тепло. Фух, полегчало. Теперь мы видим перед собой молодого улыбающегося мужчину. Хорошо одетого и ощущаем исходящий от него приятный аромат парфюма. Он поинтересовался, на каком языке мы разговариваем, и включил переводчик на своем ноутбуке. Я заранее подготовила текст в блокноте с вопросами и представлением нас. Кто мы, откуда и чего хотим. Акцентировав его внимание на необходимости оформления и комета, так как без него нас квартира не интересовала. Весь текст предварительно перевела на турецкий и дала ему прочитать. Он прочитал и сказал окей. Сообщил нам, что нужно заплатить сразу за 6 месяцев всю сумму, внести возвратный депозит в размере 5000 лир и комиссионные риэлтору 3700 лир. В большинстве случаев здесь, в Турции, при длительной аренде владельцы просят оплатить сразу за 6 месяцев или за 12 месяцев. Так как по турецкому законодательству в большей степени здесь защищен арендатор, а не арендодатель. Так как если заключен договор аренды, то в случае, если жильцы по каким-то причинам вдруг перестали оплачивать квартиру, то выселить его владелец квартиры никак не сможет, даже если он обратится к полиции. Для этого нужно соблюсти множественные бюрократические и юридические проволочки, что занимает длительный срок. В одном из видео мы вам расскажем особенности турецкого законодательства в области аренды. Поэтому подпишитесь на канал, не забывайте про колокольчик, ставьте лайки, чтобы не пропустить полезную информацию. Итак, вернемся в офис к улыбающемуся риэлтору. Он составил договор. Мы заплатили 1950 евро за 6 месяцев. Напомню, что в эту сумму входило 3 700 лир помесячная оплата, 3 700 комиссия риэлтора и 5 000 возвратный депозит. Он написал нам в переводчике поздравляю, вручил нам ключи от квартиры и пожелал удачи. Мы, окреленные, под вечер вернулись в квартиру на такси. Обсудили, что лучше въехать сразу в новую квартиру, не ожидая окончания арендных дней в текущий. Так как не хотелось жить уже на чемоданах, а хотелось разложить все по своим местам, как дома. Нам даже не верилось в это чудо, которое мы так быстро провернули. Я думала, что поиски квартиры у нас займут как минимум 3-4 дня. Так как читала в чатах телеграмма, что люди искали квартиры подолгу и даже просились друг к другу на ночлежке. Несмотря на то, что нам владелец квартиры разрешил остаться еще на один день бесплатно, пока мы будем в поисках пристанища. В общем, мы собрали свои вещи, навели порядок в гостевой квартире и отправились ловить такси. Водитель первого остановившегося перед нами автомобиля, услышав нужный нам адрес, пытался нас обхитрить, попросив опять 100 лир за платную дорогу. Но мы-то уже в курсе их этих хитростей. И к тому же за весь день мы уже дважды туда-обратно смотались по этому пути и точно знаем, что там нет никаких платных дорог. Мы поймали другое такси, таксист которого с нас не требовал этих 100 лир. Мое такое наблюдение, что таксисты пожилого возраста хитрят так с европейцами, а таксисты, которые молодежь, видимо, более ориентированы на европейский стиль жизни и используют только таксометр. Никаких хитростей не применяют. Подъехала следующая машина, мы в нее загрузились, показали на карте адрес и тронулись в путь. Чувствовали некоторое облегчение, так как было сильно тревожно остаться без крыши над головой в чужой стране. Но теперь мы с приличной квартирой. Ура! В машине мы глазели по сторонам, пейзаж за окнами автомобиля уже узнавался нами, так как дважды мы уже проехались по этому пути туда и обратно. Но в какой-то момент вдруг стало все незнакомо. И домов таких я не помню, и горы этой не было. И точно мы не ехали по каким-то кущам. Смотрим на карту и с своему удивлению обнаруживаем, что название улицы и номер дома идентичны, а находимся мы совершенно в другом районе. Проехали лишних 12 километров. Адреса в Стамбуле интересным образом построены. Название улиц во всех районах повторяется. Поэтому следует помимо улиц указывать еще и название района. И учитывать это в гугл-картах, иначе таксист вас увезет не туда, куда вам надо. Так что с этим будьте внимательны. Мы узнали об этом на своем опыте. Указав водителю, что мы не туда едем, он поохал, развернулся и повез нас по нужному адресу. Мы уже расстроились, что оплата нашего пути будет высокой. Ну что ж, за ошибки следует платить. По итогу сумма за поездку оказалась даже ниже, чем в первых двух случаях. Видимо, они и здесь и таксометры подкручивают тоже периодически. И вот мы стоим перед нужным нам домом. Опять не верится, что целых 6 месяцев можно что-то называть своим домом. Радость нас переполняет. Вова набирает код на домофоне. Дверь не открывается. Меня прошиб холодный пот. Что это? Это из-за того, что я допустила мысль, что не поверю в отсутствие обмана, пока сама не открою дверь и не заселюсь в квартиру? Ругала себя за свое недоверие к людям и постоянное ожидание подвоха. А тут дверь не открылась. Я не хочу быть правой сейчас. Но сегодня все. Чтобы узнать, удалось ли нам заселиться в оплаченную квартиру или нет, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про колокольчик. Всем пока. Пока-пока. Мы сегодня едем на просмотр первой квартиры. У нас сегодня аж три просмотра. Много не отблата. Но нам понравились. Ой, одна хатка. Да, она только с самого отеля. Мы решили ее глянуть. Надеюсь, на то, что мы общаемся с этим. Будут молочки. Да, мы с ним очень. Все нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!